Потому что они знают, они квалифицированы, чтобы понять. Итак, все эти люди, которые говорят, вот он гуру, он гуру, являются ли они преднами среднего уровня? Что вы думаете? Нет. Они не могут правильным образом отличить, отличить такого человека. Они же узнали, что он несовершенный гуру, когда узнали об этом. Они же об этом уже не знали, он же все выполнял, все обсуждали. Но они же не знали, что он с проститю. Они же не знали. Но тот, у кого есть знания, он может понять, что эта личность не является наивысшего уровня. Он может поднять, просто взглянув на него, слушая его, проанализировав, с кем он общается, услышав его наставления, тогда он может понять. Как механик, он слушает звук, как двигатель работает, и он может понять, это хороший двигатель или нет. Итак, мы не знаем, то мы должны прийти к Писанию. И должны попытаться понять, что Писание говорит об этом. Есть одна хорошая история. Есть одна хорошая история. Есть одна хорошая история. Была одна собака. И эта собака бежала по деревне. И она упала в дедро с краской. С синей краской. И другие собаки, он говорит, о Боже, голубая собака. Наверное, эта собака, если не зашла с Галуком Риндауны. Наверное, эта собака должна быть царицей всех собак. И все собаки начали поклоняться этой голубой собаке. Начали приносить пищу, начали служить. И затем полная луна появилась. И все собаки начали выйти на луну. И вот эта голубая собака также завыла на луну. И все эти собаки разозлились, о, она такая же, как и мы. И они искусали ее до смерти. Понимаете эту историю? Понимаете эту историю? Но они же тоже узнали, когда назову она уму. Но это означает, что в один прекрасный день это откроется. И вначале мы должны иметь немного знания. Чтобы понять, кто из кто. Вопрос. Вообще развитие человека, оно же не статическое, а экстатическое, да? Как? Ну, экстатическое состояние в душе. Оно не может быть статическим. Человек развивается, он же может в любую секунду потом упасть. Это предсказать, я думаю, что невозможно. Нужно очень большую квалификацию иметь, чтобы предсказать такие явления. Может быть этот человек не имеет эту конкретную историю, а вообще в принципе. Человек был достаточно возвышенным, но потом упал. И в тот момент, когда к нему приходили люди-ученики, они возможно даже и видели его чистоту какую-то определенную. Но они не могли предсказать экстатичность этого человека. Экстатичность? Да, динамику. От слова «экстаз»? Нет. Статичность и наоборот. Динамичность. Динамичность. Да, динамичность. Ну, экстатическое состояние, скажем так, не эстатическое. То есть динамичность. Даже какой-то великий преданный, привязавший к коленю Паула. Я вот не могу имя назвать, а просто небольшой знаток. Он говорит, что личность не эстетически, а динамично. Может быть, он был на высоком уровне, а потом он упал, потому что это. Как может быть, честный преданный упасть? Прабхадий упал? Прабхадий упал? Прабхадий упал? Он боялся Майи. Он же боялся Майи. Ага! Прабх elle научает нас. Прабхадий не скажет, что я боюсь Майи, мы не бойтесь Майи. 好了, но Майи, на самом деле, никогда к нему не прикасалось. Вот внутри прекрат Lemon. Моя к нему никогда не касалась, и так мы должны знать, и не злитесь, потому что часто, когда мы говорим эти вещи, люди злятся, гневаются, но разумный человек не разгневается, услышав это, мы говорим об этом просто, чтобы помочь людям. Праба Вишну Махараджи думал, я гуру, но это нехорошо, то есть надо всегда думать, я слуга Гурдева. Не думайте, что человек был чистым преданным, а потом упал, так не бывает. То есть нужно попытаться понять Бхагава, слушая из уст Вашнава. Бхарда был на уровне Бхава-бхакти, то есть тот, кто на уровне Бхавы, он не может упасть уже. И поэтому Бхарда говорит в своих комментариях, это была лила, которая устроила сам Бхагаван непосредственно для того, чтобы дать нам наставление. И какой же урок из этой истории? Он был один в Хималайане, и не было общения, и поэтому он упал, даже с такого очень высокого уровня. На самом деле Бхагавана не упал. Есть два Бхагавана. Вашнавы рассказывают Вам все эти вещи. И так истинная Бхагавана никогда не падает. Это просто лила, предназначенная для того, чтобы обучать садхаков в этом мире, учеников в этом мире. Как, например, Шива. Он хотел увидеть красоту Мохини Морти. Помните эту историю? И Господь Нарайан открыт форму женщины, и Он обманул демонов, и забрал у них них так. Помните? Знаете эту историю? Ну, так или иначе. В Симан Бхагава, восьмой цисле. И так истинная Бхагавана. Он молился Бхагавану. Я никогда не видел форму Мохини, я хочу ее увидеть. И Кришна сказал, нет, не смотри на эту форму Мои. Для тебя это нехорошо. Нет, пожалуйста, я хочу увидеть. Хорошо. И тогда Нарайана исчез. И Шива смотрел, куда же пропал Нарайана. И увидел одну очень красивую женщину. И кто это? Это была Мохини. У нее был такой прозрачный Сари. Это Шукаляука сами описывает. И она пыталась снова зачесать свои волосы. И еще посмотрела на нее. И она играла с мячом. И смотрела по сторонам туда-сюда. И в такт этому мячу ее грудь так же вверх-вниз качалась. И Казашевы тоже начали вверх-вниз двигаться. И он был так очарован. Что он забыл, что там была Парвати, его жена. И он начал гнаться за этой женщиной. И падал ветер и сорвался с нее Сари. И она дальше бежала обнаженная. И Шива пытался ее поймать. И одежда упала из Шива. Он этого даже не заметил, настолько он сошел с ума. И Нарайана бежал, а Шива догонял Нарайана. Где бежала Махинеморти? Где пробегала Махинеморти? Она пробегала по ашрамам всех этих садх, через леса, где садху медитировали. Шива известен как очень великий преданный. И они увидели Шиву, который бежит без одежды. Почему? Потому что Нарайана преподал урок всем в садху. Вы должны быть очень осторожны с Майей. Потому что посмотрите на шиву. Даже силы, которые происходят. Итак, это Господь проявил эту лилу для нас, ради нашего Бады. То есть всегда то, что Бхагавата есть, это учение до нас. И точно так же падение Бхагаты. Это точно с той же оперой. А иначе невозможно упасть с уровня Бхагавы. То есть мораль такова, что мы должны всегда искать общение с возвышенными преданными. Понятно? Это означает, что мы никогда не были в Духовном мире. Does it mean that we've never been in spiritual world? Конечно, мы никогда там не были. А вы что думаете? Нет, я просто спрашиваю. Никогда мы там не были. Никаких в Писаниях нет доказательства этого. Есть ли там Майя в Духовном мире? В Духовном мире нету Майя. Как вы можете оттуда упасть? Или даже чистый и преданный в этом мире. Прабхупада упал когда-нибудь? Даже чистый и преданный в этом мире никогда не падает в Майя. И как же тогда чистый и преданный в Духовном мире может упасть? Не думайте таким образом. В Духовном мире нет Майи, но там же, наверное, есть в Душе абсолютное знание о материальном мире. И обладая этим знанием, возможно ли такое, что оно может в какой-то момент привлечься этим? Не находясь именно в прямом, но здесь есть Майя. То есть нет, они настолько погружены в служение Кришне, что они даже не знают о существовании материального мира. Некоторые из них были раньше, а некоторые не были. Есть два типа джива и обусловленные души. И так есть три типа джива. Нитисиддра, Нитисиддра, Бадададжива и Бадададжива. И третий тип Бададамукты или Саддханасиддра. Это те, которые раньше были обусловлены, но достигли совершенства, практикуя предвость. Но в Писаниях не говорится о том типе дживы, которые были когда-то совершенные и потом упали. Такого не упоминается. В шести местах Бхагавангиты Кришна говорит, что тот, кто идет туда, никогда не возвращается обратно. Да, шесть раз в Бхагавангите. И так никогда таким образом не думайте. Есть у нас книга Джавадхарма. Бхактимонтакура очень ясно это все объясняет. Прабхупад никогда не говорил в своих книгах. И я не знаю, где люди взяли это, что они проповедуют эту глупость. Джива — это татаска-шакти. И в духовном мире нету татаска-шакти. Чит-шакти, майя-шакти, это татаска-шакти. И мы дживы — татаска-шакти. Мы можем пойти или туда, или пойти сюда. Так мы Бхагададживы, мы выбрали этот мир. И читайте Джавадхам. Бхактимонтакура гур посвящает этой теме в целом году. Саду, шастры и гуру. Если гуру говорит, что такое, чего мы не понимаем, мы должны проконсультироваться с шастрами и саду, чтобы лучше это понять. Что будет, если мама Яшуда упадет? Нет. Возможно ли это? Скажите нет. Это майя-ват. Майя не может коснуться вечных спутников Кришны. Если вы говорите, что да, тогда вы становитесь оскорбителем в отрасных стоп преданных. Можно вопрос? В шастрах написано, что, например, когда в емуне человека кусают змея, то это сам Кришна за него приходит, да? Есть такое? Или нет? Это было сказано в Шастрах, когда он берет писью в момент, и в этом время писью и он умирает. Это означает, что Кришна пришла и берет этого человека. Я никогда не слышал этого. Какое описание написано? Я тоже не знаю. Если вы умерли в Риндаване, то это не достаточно, чтобы идти к Кришне. Я не знаю, почему даже сидят в Риндаване после Емуны и читают мантру, и хотят, чтобы Емуна их забрала и где-то это взяли. Махараш Тахашов сказал фразу, которую я не успел перевести. Он говорит, даже если человек умирает во Вриндаване, этого еще не достаточно, чтобы пойти к Кришне. У нас именно написано, что вот эти змеи говорят что-то. Ну скажите, где это написано? Я не знаю. Бабушка Пурана. Там говорилось, что сам Кришна спускается и забирает. Кришна Химсель comes down and takes this place. Ну кто говорит? Это связано с тем случаем, что один из болезн... Покажите мне в Писании. Или может кто-то изучает, какое я сказал. Кто-то сказал. Кто-то сказал. А кто вообще тут на земле из Махабхагавата? Кто из Махабхагавата на deep earth? Есть ли у вас глаза, чтобы видеть? Кто-то еще? А вы какого бурана преданного есть? Махараджа? А что в вашем уровне? Махараджа. А я могу. Ну а каким образом вы отличаетесь, что это чистый на подданное преданное преданное преданное? Как мы можем увидеть Солнце? Благодаря солнечным лучам мы можем увидеть Солнце. И по милости при этом мы можем понять предыдущего. Понимаете? Как мы начали с этим? Как научиться? Надо быть смиренным. Бхагаван Кришна знает, кто хорош и кто плох. И если вы искренне будете молиться Кришне, Он поможет. Если мы будем молиться Кришне, то Он даст нам милость. И Он даст нам милость таким образом, что пошлёт нас к чистому предуду. Кришна знает, кто такой Гурадев. И Гурадев знает, кто Кришна. Но вначале меня есть Кришна. Вы плачете за Кришну? Надо растопить сердце Кришны. Как мы рады см difíцем? Да я не нашел, я не знаю. Вот. Я знаю, как я сказал, есть Мору- derechos, Господи. И значит о Господиaf prz Africans. ВVideo testing и что-то прав? Шри Адвай — это Гададха. Знаете Панчатат? Ну, я слышала, но я ничего не знаю, потому что мне это... Ваша память ужасна. Гададха Панды — это самый известный из всех спутников Махапрабху. Он пришел к читанию Махапрабху и сказал, дай мне милость, расскажи мне Харикатху. А Махапрабху ответил, я не знаю, какой Харикатхи. Только один бредный знает Харикатху. И его зовут Пундарикавидинитхи. Хорошо. И Гададхара пошел, чтобы увидеть Пундарикавидинитхи. Пундарикавидинитхи был очень богатым землевладельцем. Очень богатым. И у него были бриллианты на пальцах. И золото везде. И серьги. Шелковые одежды. И гирлянда из цветов. И он жевал орехи бетеля. И у него прекрасная прическа, видные волосы. Смазанные маслом. И там была девушка, они его омахивали опахалами. И он смотрел на себя в зеркало. И снова смотрел на себя. Гададхара Пандит был полностью отреченным с самого рождения. Махапрабху сказал, я терял свое время зря, но ты никогда не терял свое время. Ты предан из рождения. Это Махапрабху сказал Гададхаре Пандиту. И Гададхара Пандит думал, а что это такое? Девушки омахивают его. И Гададхара Пандит подумал, нет, это какой-то наслаждающийся. Гададхара Пандит думал. Он подумал, ну этот человек занимается чувственными удовольствиями. Он не смог понять Пундарику. Один преданный Макунда процитировал стих из Бхагалатова. Этот стих переводится так. Как добр Кришна, как он милостив. Путин пришел, чтобы убить его. Он намазал свои соски ядом. Вы знаете эту историю, да? Да. Но Кришна послал ее, отправила ее на Галаку Вриндаву. И она там стала матерью Кришны. Как же добр Кришна. И когда Макунда произнес этот стих и звук этого стиха коснулся уха Пундарики Веденитхи, то Пундарик Веденитхи сошел с ума. Где же Кришна? Где же Сын Нанды Махараджа? Где же Сын Нанды Махараджа? Он так добр. Где же Он? Он начал разрывать свои шелковые одежды. И все свои цветы, все свои драгоценности. И Он упал без сознания на землю и плакал. И в его теле проявили все признаки экстаза. И Он упал без сознания. И Он был без сознания восемь часов. И что же думал Гададхара Пандит? И Я большой оскорбитель. Я думал, что Он материалист. Но Я сейчас понимаю, что Он наивысший Махабхагавата. И как же мне освободиться и искупить Своё оскорбление? Наверное, я должен попросить у Него посвящение Дикшу. Махабху сказал, что это Вайшмал. Но даже Гададхара Пандит не смог этого понять. Кто такой Гададхара Пандит? Знаете? Это сама Радхика. Они показывают нам, что не думайте, что Я знаю, что Вы преданны. Вы спросили меня, что Вы преданны? Как же Вы преданны? Как же ему ответить, что Я преданны? Если они дают милость, тогда Вы можете понять по их деяниям. Понимаете? Если мы искренне и молимся Кришне, то Он устроит на нас. И по милости Кришне мы получим Гуру. Они дадут нам милость, и мы сможем понять, кто они. И если мы не знаем, то Вайшнавы помогут нам. Я ответил на Ваш вопрос? На самом деле это плохой вопрос. Знаете, какой Вы уровень? Вайшнавы говорят, что Я череп испражнения. Значит ли это, что Он череп испражнения? Значит ли это, что Он череп испражнения? И так Вы сами сможете понять. Или другие преданны Вам помогут. Скажут, у кого есть дни. Ну вот ученики же не смогли узнать. Вы привели пример с Прабхавишну с вами, да? Вы получили пример с Прабхавишну с вами. Его disciples не могли бы не видеть. Почему? Потому что не было искренности. Они пытались обмануть Кришну. Они пытались обмануть Кришну. Вы знаете Горгавинду Махараджи? Я не видела его близко. Но я не слышала его. Вы слышали о нем? И что вы слышали о нем? И что о нем слышали? Имя Кришна. Это был Великий Вайшнав. Это был истинный ученик Прабхавпады. Он сказал, Кришна знает, чего мы хотим. Если мы хотим чистой преданности, Он пошлет нам чистого преданного Гуру. А если мы хотим чего-то другого, то Кришна нам это тоже пошлет. Если мы хотим милости, мы получим милость. А если мы хотим быть обманутыми, мы будем обмануты. Но Кришна очень добр. Даже если Он обманет вас, Он обманет вас таким образом, что вы никогда больше не будете обмануты. Потому что вы плачете. О, Кришна, пожалуйста, дай мне настоящую милость. И Он даст ему милость. Он величайший обманщик, Кришна. Если вы пытаетесь его обмануть, то Он вас обманет. Что вы хотите, Светлана? Раджапрэм? Или чего-то другого? Я точно не могу сказать. Я не могу сказать. Я не могу сказать. Значит, вас обманут. Что это было для меня? Что это было для меня? Нам нужно слушать о том, что такое Раджапрэма, чтобы развить жадность, получить эту прэму. Попытайтесь читать Бхагаватам. Но больше, чем чтение Бхагаватам, это слушание Бхагаватам. Тогда мы сможем понять, как велика эта прэма. Тогда мы сможем понять, как велика эта прэма. Вы выглядите обеспокоенной? Да. Сейчас? Нет. Вообще, на протяжении всей лекции вы выглядите обеспокоенной. У меня это... Диджестит. В голове есть такие просто мыслинные процессы. Она обеспечивает то, что она слышала. Хорошо. Что вы думаете? Светлана номер два? Светлана номер два. Есть у вас еще? Нет. Нет, нет. У вас? Алексей. Ну, я считаю, значит, у нас нет вопросов, значит, у нее достаточно много знаний. Если мы не узнаем. Если у меня нет вопросов, значит, мне нравится знать. Курдай обычно говорил, только люди, которые знают все, не задают вопросов. Мы не наш gewesen. Да. Нам надо спрашивать... Если Барджуна не задавало вопросов, то мы бы не узнали об Бхадбите. Если Барджуна не задавало вопросов, не было бы Бххам ensuite? Если Парькшhnline не задавал вопросов, не было бы Бхаблата. Если нет вопросов, то вы interceptите иustered будут яркадхиньи. Довольно. Если кто-то хорошо, внимательно читает, то он может задавать хорошие вопросы. Значит, не внимательно читать. Это для вас некоторые новые вещи, да? Это хорошо, у нас должно быть такое общение, которое встряхнет нас. А не так, что мы слушаем и говорим, что все хорошо, а потом никаких результатов нет. Истинная Харикадха должна быть подобна молнии, которая поражает нас. И мы должны плакать. Это истинная Харикадха. Однажды Гурдав сказал мне, что ты можешь заставить тысячи людей смеяться. Я сказал да, но я не могу заставить тысячи людей плакать. Хорошо. Вначале говорили о Рагануга Бхакти. Что нужно на пути от Саддана Бхакти и Рагануга Бхакти? Саддана Бхакти есть двух типов. Вайди и Рагануга Саддана Бхакти. Следуйте всем правилам и предписаниям. Хорошо. Как Прабхупада обучала. Делайте это, но при этом поддерживайте общение с возвышенными бредами. И когда их настроение, их милость придет к нашему сердцу, то все наши Анаркти будут разрушены. По милости Гурдава и при помощи нашей собственной Садданы все эти пахи и вещи уйдут. И тогда вайди мы трансформируем на Рагану. Вот эти чувства, которыми обладает Браджабаси. Гурдаван называется Рага. И когда мы изменимся до Рага, тогда мы будем совершать Саддана Бхакти. Я поступал вот этих возвышенных предметов. Я просто говорю, что вы делаете Саддана Бхакти без Саддана Бхакти? Но вся Саддана Бхакти без Санги, если не будет общения с возвышенным предметом, то эти настроения не придут. И поэтому нам всегда нужно общение. Любой, кто может дать нам эти настроения, мы должны считать их Уттамами. Понимаете? Это для нас просто. Вопросы есть? Это правильно понимать так, что все анардхи уходят окончательно, когда именно Бхава приходит в сердце. То есть, когда она только приходит, тогда эти анардхи уходят. А как бы до уровня Бхавы мы можем не полностью исправить. Это правильно, что только когда Бхава приходит, все анардхи уходят. Даже на уровне Бхавы, некоторые еще остаточные запахи анардхи остаются. Понимаете? То есть, что-то присутствует. Пока у нас еще есть это тело, еще что-то должно присутствовать материально. Даже Нарада Риши. Он увидел Кришну на одно мгновение. И затем он услышал голос, Нарада, ты больше не сможешь увидеть меня в этой жизни. Нарада перешел через садхину, потому что он увидел Кришну. Поэтому он больше не был садхаком. Но даже он все еще имел некоторые анардхи, потому что он не мог получать даршину Кришну постоянно. А что же говорить о стадии Бхавы? То есть, наверное, там что-то еще оставалось. То есть, наверное, там что-то еще оставалось. Допустим, ты приходишь на железнодорожный вокзал. Куда ты хочешь ехать? Не знаю. Кассиры спрашивают, куда вы хотите ехать? И ты говоришь, не знаю. Если ты не знаешь, куда ты едешь, ты не можешь даже билет купить. То есть, если нет цели, то мы не можем правильным образом практиковать. Как же, например, рассказывали о деятельности случайной, когда кольца пострелили, она вокруг храма оббегала и получила результат. Она не знала об этом. Девоушида, когда эта чекенка получила сукрити, то есть, таким образом она заработала сукрити. А сукрити дает садхусангу. А благодаря садхусанге ты можешь понять цель. Эта курица не вернулась домой к Богу. В следующей жизни она получила теоретическую форму и получила этой форме садхусангу. Понял. Как, например, Аджамилу. Нарай, Нарай, Нарай. Он говорил, Нарай, Нарай, Нарай. Но без знания. Но благодаря этому сукрити он получил общение с Вишном, с Вишном Дутари. То есть, когда есть четкое понимание, знание цели, то деятельность будет успешной. Да. Без сомнений. То есть, находись в садхусанге, не забывай об этом. Потому что если будет появляться что-то плохое, это будет отрезаться благодаря словам садху. Барата Махараджа был один, и не было руководства, и поэтому он был. И если вы посмотрите, к примеру, про кичри, Алексей спрашивал, то, допустим, если человек сделает все кичри, и предлагает их Богу, с такой идеей, что таким образом, когда люди будут есть эту предложенную пищу, они себе вкладывать на любопытную пищу, и слепо показывать не так же получится крития, и потом у них появится самм Augustus, так вот таким образом он как бы распространяет, помогает сектора муха праву, это не его распространять вишнюю, а помогает сектор муха праву, распространять, этого взрывы попятных экстрит, или мо ancora посреди, среди… Ну вот эффектальных пределниц. То таким образом не является cheek view here, и возникает карма и vesalia Не является ли это кармой?! Да, является ли это кармой? Вы все-таки так, ну… То есть вы хотите сказать, что это не является кармой, да? Я спрашиваю. Ага, давайте вернемся к китчури, в начале. Итак, кто готов к китчури в таком состоянии, что я делаю это для Круши, а потом я дистрибью это к этому людям, и я буду ехать и аккумуляторами, и я буду ехать и они будут ехать и они будут ехать к Крушу. Так что он в этом состоянии делает это. Это карма? Это не карма. Нет, это нормально, что вы сейчас описали, это не карма. То есть надо понимать, что в этой ситуации есть понимание. Но вы должны также знать, что распространение китчури не является одной из составляющих преданностей. Что такое преданность? Это слушание, повторение и памятование. Если вы распространяете к китчури, и при этом повторяете Хая Кришна, и вы благоприятно настроены к преданным Кришне, то это преданность. А то, что я распространяю к китчури, красивая девушка проходит, я смотрю на нее. Я даю бабушке 2 черпака, а тут подходит старая уже уродливая бабушка, и все деньги, которые я собираю себе преданность. То есть это не является составляющей преданности, даже не является благоприятным для преданности. Вы продали 100 боговых гид, и все деньги положили в карман, и нету Сева ничего. Думаете, это поможет вам? Я такой велик, и смотрите, сколько я распространялся. То есть, должно быть настроение благоприятное, иначе это карма. Мольжи должны быть. Это понятно, без сомнений. Что-что? Все понятно. Все понятно. Я уже слышала, что когда человек принимает инициацию, то он уже не зависит от своего сукрити, то есть уже не важно, как у него сукрити, потому что вся его жизнь уже полностью в руках его гуру. То есть правильно, что после инициации ему уже не нужно сукрити? Нет, не то, что не нужно, что он как бы не зависит от этого сукрити уже, сколько там у него и мало или мало. То есть правильно ли это, да? Да. Когда человек принимает инициацию, после этого времени дикша, из настоящего гуру, садгуру. То есть правильно ли это, что он не зависит от этого сукрити? Все равно сукрити есть. Кто-то получает дикшу, а потом падает. Потому что дикша — это только начало, это не конец. Понятно? После инициации мы получаем больше и больше сукрити. И пока мы не достигли уровня Бхавы, то сукрити будет иметь значение. Понятно? Но потом нужно будет еще больше общения. Если мы будем хорошо следовать, то мы сможем получить больше общения. Никогда не вновь риндамы. Почему сукрити? Потому что сукрити слабенькое. Потому что сукрити слабенькое. И поэтому нужно хорошо воспевать, хорошо слушать, служить. И затем приедете в риндамы. Если сукрити достаточно сильное, вы сможете жить с чистым преданным Святой Дхами. А если сукрити слабенькое, то вы приедете как турист в риндамы. Вот купите несколько сай и вернитесь обратно. Но вот здесь же тоже надо распространять знания. Мы сейчас все уедем в риндамы. Вы предложите здесь. Не беспокойтесь, это уже голодная боль Кришны. Это уже не ваша голодная боль. Проблема Кришны. Что говорит Бхагасвами? Жми во риндаме. Если ты не можешь там жить, то помни о риндаме. Вы думаете, что все проповедническое движение остановится, если вы будете риндамы? Чистая приемность закончится навсегда. Если вы сможете поехать туда и жить там, это хорошо. А если вы не сможете там жить, то вернемся обратно. Мы сейчас не в риндаме, мы здесь проповедуем. Но он настоящий ведомый, не важно где он находится. Самое главное служит Кришне. Поэтому для него неважно, что во риндаме находится. Он не так угодно. Он думает о Кришне. Не важно, когда он физически присутствует. Он не знает. Но почему тогда Пракхупада всегда во риндаме? Почему шесть Госвами всегда жили во риндаме? Почему они всегда чувствовали раздуку с риндамом? Не имеет значения, куда бы не ходил Махапрабху, он всегда думал о риндаме. Не думайте, что сидеть здесь и повторять Харе Кришне – это то же самое, что сидеть во риндаме. И в чём суть всех наставлений? Почему тогда Читани Чаритамрита и все Госвами постоянно прославляли риндама? И в чём суть всех наставлений? Танам рупа чадрити суки танану спритё кумена росанам манасилиё, джанатистан бра джеттанураги джананугам и каламна еда километти падешаса. Рупа Госвами произнёс эту суть всех наставлений. Будь вам риндаван, под руководством Расика Вашнава. И всегда помни об имени Кришна, Его форме, Его качества. Это суть всех наставлений. И так приедете на месяц. Если у Вас есть вкус, то оставайтесь там. Да. Хорошо. Можно ли получить настроение работы с риндаваном, ни тогда не бывав в риндаван? Это настроение мы можем получить только во риндаван. Гопа Кумар пошёл в риндаван. И он не мог найти там это настроение. И он не мог найти там это настроение. Поэтому... Кто с этим? Народ. Народа послал его обратно на эту земную планету. В риндаван. И поэтому есть там что-то особенное. Да. Не волнуйтесь. Мы не можем чувствовать разлом ни с чем. Пока у нас есть все нафты, мы не сможем чувствовать разлом ни с чем. Вы чувствуете слишком много разлом? Вы не можете даже чувствовать разлом из вашего беда и мастерства. У вас такая сильная злуха, чтобы не умеете расстаться со своими борьбами сами. Женщик, не ровно. Это означает, остаться и породой сами. Потом думайте о разломе с твоим борьбами. Джага, да? Джага... Джага, да. Ха-ха-ха. Окей, вы придёте в Мамануэль или никогда не придёте? Да. Придёте завтра вечером, а мы не можем когда-нибудь придёте. Завтра придём? Вы придёте. Завтра мы придёте. В Мусуфанаме придёте. В Мусуфанаме придёте. А, ваша домашняя? Он говорит, к вам домой? Реалий? Ты встретил Саду Мухараду, когда он сюда приезжал? О чем он говорил? Не волнуйтесь, сегодня я чувствовал особенное вдохновение говорить на эти темы. Иногда нужно как-то стряхнуть. Если вы что-то не поняли, не беспокойтесь. Кришна говорит, если вы что-то не поняли, не беспокойтесь. Просто слушайте снова и снова. Некоторые новые моменты. Может какие-то новые моменты вы все-таки услышали? Спасибо, Кришну узнал Галла. Как минимум, вы поняли, что Кришна не был Богом. Довольно, да? Не думайте так. Кришна — это Бог. Браджабасы не думают. Просто жители Риндау на Браджабасе так не думают. Они не говорят о Кришне. Такого они не говорят. Они не говорят о Кришне. У них настолько сильная любовь, что они не знают, забывают о том, что Кришна Бог. И такая любовь, она очень привлекает Кришну. Мама Яшода благословляет Кришну. Как Кришна благословит Мама Яшода? Да. Ты как же Кришна может благословить Мама Яшода? Нет, он склоняется перед ней. Такое настроение, такую любовь мы нигде не найдем. Только в Галендаре. И попытайтесь развить некоторую жадность получить это. Понятно? Алексей? Оки, что? Что? Не просто Оки. Понятна ли ваша лекция? Понятно. Вам понятна лекция? Вот и змея ОК. Не боюсь. То есть вы не перепуганны от того, что вы слышали. Не боитесь? А что именно? Что я боюсь? Многие парни пугаются, когда они слышат эти вещи. Какие? Очень много всего они поверили. Я думаю, это не самое страшное, что я это слышал. Это не было не то, что я никогда не слышал. Я не боюсь. Хорошо. Хорошо. Когда мы двигаемся вперед, нам нужно оставить что-то сзади. Не будьте привязаны ко всем идеям. К старым идеям. Что вы боитесь? Чего боитесь? Я боюсь то, что я здесь слышал, не соответствует вашим предыдущим представлениям. Потому что, что я слышал сейчас, не в гармонии с теми идеями, которые я видел раньше. Вы просто опоздали. Вы пришли намного позже. Поэтому мы не услышали. Вы не можете прийти на конец лекции и понять все. Вы не можете прийти на конец лекции и понять все. Поэтому никогда не опаздывайте на харикатху. А иначе вы пропустите все. А иначе вы пропустите все. Что вам не соответствовало? Что именно? Вы не можете вырвать один стих из шастра. Вы не можете вырвать один стих из шастра. Вы должны немножко почитать, что было до того и после того. И тогда вы сможете понять. И что вам не соответствовало? Вы не понимаете. А то, что вы не впадаете педагога, в том числе. У меня есть идея, что джива не падает. Просто покажите мне одно место в шастрах. У него есть целая книга, где показывается одна компания. Но это книга полностью мусор. Это противоречит утверждению Бхаттана Кхакура. Она говорит, что это основано на словах Шилла Прабхупада. Прабхупада этого никогда не говорил. Покажите мне хотя бы одну. Если вы найдете такое, я совершу самоубийство. Если Гуру говорит что-то такое, чего мы не понимаем, то мы должны пойти и спросить у садху. Прабхупада говорил несколько раз в 1965-1966. Иногда он говорил на лекциях, иногда в письмах. Он как бы намекал, что Джива упала из своей комнаты. Когда он приехал в Индию, его духовные братья спросили у него, почему ты говоришь это? Это неправда, это не истина. А Прабхупада сказал, я знаю. Но вы не понимаете западные страны. Майавада там настолько сильна. Если бы я не объяснил таким образом, они бы не поняли, что они вечные слуги Кришны. Итак, Прабхупада иногда говорит в письмах, иногда в лекциях, в 1965-1966 годах. Но мы не можем принимать письма и лекции как доказательства каждый раз. Иногда великие души вынуждены говорить что-то такое, чтобы аудитория их поняла, чтобы слушатели поняли. Например, Будда. Он Кришна. И мы верим в то, что Он Кришна. Но мы не верим в Ему наставления. Веды. Веды. Виаса составил все веды. Но народа критиковал его. Он сказал, ты говоришь только о материальных вещах. Я задам вам вопрос. В Вайкунте, что там находится? Что там на Вайкунте? В Вайкунте? В Вайкунте. Какой потенцией Вайкунте появляется? Из какой энергии проявляется в Вайкунте? Служение. Энергию. Энергию. Чит-чат. Суруп-шат. Суруп-шат. Там нет майя. Там нет джива. И там нет дживы. Там только Сарупша, Читшак. И везде объясняется, что джива исходит из Татасташа. Когда Санат Нагасану спросил, кто я такой и почему я страдаю? Какой же ответ дал Маха Прабху? Дживера Сарупа Хоя Кришне Ниттедас Татасташа Шакти Абеда Бабакаш. You know that? I don't understand. The jiva is eternal servant of Krishna. He is a manifestation from Татасташа Шакти. Беда Бабакаш. It's different and non-different manifestation. То есть, отличное и не отличное проявление Господа. What is the meaning of Tatasta? Что значит Tatasta? Tata means bank. Тата означает берег. Берег Рики. The bank of a river is not water, it's not land. Берег Рики – это не вода и это не земля. It's in the middle. You cannot say it's this, you cannot say it's that. Нельзя сказать, что это то или другое. That is called Tatasta. It's called Tatasta. That is called Tatasta. Krishna has three potences. Krishna is three energies. Krishna Ananta Shakti, Tintu Pradhana, Chit Shakti, Jiv Shakti Mahya Shakti Nama. Krishna has three potences. Maka Tauta Sahabo Ramadhi. Krishna has three energies. Baccham draw the Serbs ofameta Chari. Chit Shakti. It's spiritual world. It's spiritual world. Maya Shakti. It's material world. И посредине есть Татастха Шахти. И что такое Татастха Шахти? Это энергия, которая проявляет дживу. Итак, джива является проявлением Татастхи Шахти. Почему это называется Татастха? Потому что это находится посредине между материальными и духовными мирами. Поэтому джива может или пойти в Майю, или пойти в сторону Татастха Шахти. То есть у дживы есть выбор. То есть выбор, или я пойду туда, или сюда. И так как только джива забывает о Кришне, сразу его ловит Майя и затягивает туда. И если джива поворачивается в сторону Чит Шахти, то шахти ловит дживу и тянет туда. Но в Сописании никогда не описывалось, что какая-то джива пошла туда, а потом обратно вернулась. Итак, Прабхупада немного объясняет в некоторых местах. И есть причина, по которой он это так объясняет. Так все саду в Санпрадаре, все Махабхабхабхаты, все ученые-бандиты, и Сарасвати Танку, и Бактим Нодан, и Гуду Миндас, и Мой Гур Дэв. Все говорят, что джива изошла из Татаста Шахти, а не из Чит Шахти. А когда, допустим, джива куда-то выбирает то или другое, то она что меняется в своем качестве? То есть она становится сад? Когда джива делает выбор, то она изменяет в свой качестве? Джива всегда чистая. Джива всегда чистая и совершенно. Когда джива начинает вернуться в свой качестве? Когда джива идет в мир spiritual, он получает приближение своего Шахти. И она становится как Суропаша. И джива, которые попадают туда, больше нет разницы между ними и нити-ситхами. Джива Госвами дает пример. Вот, допустим, есть золото в магазине ювелирном. И есть золото в горе. Есть ли разница? На самом деле нет разницы. Только один пришел, один там и один там. Просто одно золото там, а другое там. Так что душа, которая идет туда, становится как то. Душа, которая идет туда, становится как то. Понятно. Изначально качественное отличие все-таки присутствует какое-то. But original, qualitative difference is present there. Между? Между дживами. Между дживами. Довольно. Ни в других дживах. Ни в других дживах. Ни в других дживах. Никогда слово джива не употребляется при описание спутников Господа Новый Кунт. Их всех называют паршат. Их всех называют паршат. И рутник. You cannot say G words. И мы уже не можем назвать их дживами. Это неправильно. Но все равно это индивидуальная душа. But anyway, это индивидуальная душа. И качественно отличная от той, которая у нас. Правильно? И качественно отличается. И качественно отличается. And there is qualitative difference between that and our soul. Нет, одно и то же. Не отличается. Тогда возникает вопрос о справедливости мироустройства. Если вы качественно не отличны, то почему здесь она не там. So why are you not here and there and there? Because we chose here. Потому что мы выбрали бы здесь. We chose. Это наш выбор. Мы выбрали. Like a fish. Like a river. It's a boat. It's a boat. Tomorrow. Okay. У нас просто время в форме. Ah, то есть время здесь я хочу. Right? Yeah.